Американский разведывательный самолет замечен у границ Венесуэлы. Американский военный самолет совершил длительный полет вблизи морских границ Венесуэлы. Об этом стало известно во вторник, 26 февраля. Переходят границы, действия Хуана Гуайда и США грозят Венесуэле. Войной лидер венесуэльской оппозиции Соединенные Штаты готовят почву для силового урегулирования кризиса в стране стратегически разведывательной. АСИ-135В в течение нескольких часов курсировал вдоль побережья латыноамериканской страны в Карибском море, свидетельствуют мониторинговые данные авиационных ресурсов, передает Интерфакс. По данным агентства, с 22 февраля было зафиксировано уже три аналогичных инцидента. Кроме того, в Колумбию, которая граничит с Боливарианской республикой, ежедневно прибывают военно-транспортные самолеты ВВС Соединенных Штатов. Вашингтон заявляет, что авиация задействована для доставки гуманитарной помощи. Ранее 26 февраля стало известно, что представители оппозиции забросали венесуэльских военнослужащих бутылками с зажигательной смесью во время столкновения на границе с Колумбией. Противостояние между Национальной гвардией и сторонниками оппозиции обострилось в приграничных районах Боливарианской республики в связи с доставкой в Венесуэлу гуманитарной помощи. В результате беспорядков несколько человек погибли, свыше трех сад пострадали. 23 февраля колонна грузовиков с американской гуманитарной помощи прибыла на территорию Венесуэлы из Колумбии. В тот же день одна из машин была сажена на венесуэльской части моста на границе двух стран. 21 февраля лидер оппозиции Хуан Гуайда, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, подписал указ, разрешающий доставку американской гуманитарной помощи в страну. Действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что эти поставки лишь предлог для уничтожения независимости и суверенитета Венесуэлы. Он объявил о закрытии границы с Бразилией и Колумбией, а также с расположенными рядом островами Аруба, Кюросау и Банайре, которые входят в состав Нидерландов.